Всем бодрого настроения, ребята! Сегодня я хочу вам рассказать, а также сравнить две популярные автомобильные зарядки, они же держатели для смартфонов. Эти штуки в последнее время набирают дикую популярность, потому что все больше и больше смартфонов выходит с поддержкой беспроводной зарядки. Это уже не прерогатива каких-то топовых моделей. Уже много смартов среднего ценового сегмента, которые имеют подобную функцию, а некоторые производители вообще в будущем хотят отказаться от разъема для зарядки и заряжать смартфоны только беспроводным способом. Сегодня я хочу показать вам две очень популярных модели. Одна из них от Xiaomi, вторая от бренда Baseus. Расскажу о плюсах, расскажу о минусах и о тех тонкостях, с которыми я столкнулся при использовании каждой из них. Стоимость данных девайсов приблизительно одинакова. Baseus стоит где-то в районе 2200 рублей, Xiaomi стоит в районе 2500 рублей. Есть варианты подешевле, они попадаются на Алиэкспресс, но учтите, что у Xiaomi есть две модели. Одна на выходе дает 20 ватт, а предыдущая модель дает 10 ватт. Так вот, если вы нашли дешевле 2500 рублей, обязательно убедитесь, что продавец вас не обманывает и продает вам именно 20-ваттный вариант. У Xiaomi в комплекте имеется, собственно, само устройство. Вот таким вот образом оно выглядит. Далее в комплекте обязательно присутствуют адаптеры на два USB разъема в прикуриватель автомобиля. Есть кабель Type-C для подключения. И вот такой вот универсальный держатель. Он состоит из двух частей. Данную зарядку можно крепить как на воздуховод автомобиля, то есть устанавливаете крокодил, вот таким вот образом закручивается. И после этого можно его закрепить на воздуховод автомобиля на решетку с помощью вот этого вот крокодила. Если вы не хотите вешать данное зарядное на воздуховод, то его можно установить с помощью вот такого вот адаптера на панель, на приборную панель. Опять же, приклеивается на приборку, а крокодил уже одевается на сам вот этот вот адаптер. И вот таким вот образом это все дело сборки выглядит. У Baseus комплектация немного попроще. Здесь в комплекте вы получаете само зарядное, вот такое вот кабель micro USB и крепление на решетку автомобиля. Но крепление здесь вот таким вот образом выглядит, очень необычно, но тем не менее гораздо более функционально, чем у Xiaomi. Я об этом расскажу чуть-чуть позже. Адаптеров-прикуриватель здесь нет. По размерам зарядный приблизительно одинаковый. Xiaomi на выходе, как я и сказал, дает 20 Вт, Baseus на выходе дает 15 Вт. И плюс у Xiaomi мне больше нравится сборка, то есть данное устройство, оно более монументально, то есть оно не брякает внутри, ничего не болтается, в отличие от Baseus. Здесь, слышите, лапки, они ходят, конечно, ходуном. То есть вот эти вот лапы, они болтаются на своих креплениях, чего нет у Xiaomi. Тут как бы, ну, все прям хорошо и качественно собрано. Дополнительно зарядное устройство от Xiaomi имеет внутри встроенный вентилятор, который обдувает индукционную катушку и тем самым не дает ей перегреваться во время работы. С одной стороны, это хорошо, это безопасность, как бы это более качественная зарядка. С другой стороны, когда вы сидите в машине, вы прекрасно слышите, как она шумит. То есть, когда данная штуковина работает, если у вас хорошая шумоизоляция в машине, вы будете прекрасно слышать шум работающего кулера. Ну, а теперь про плюсы и минусы. Baseus подключается по microUSB, Xiaomi подключается по Type-C. Лично мне Type-C более приятен, потому что у меня уже все гаджеты давным-давно на Type-C и держать лишний кабель ради подключения беспроводной зарядки мне как бы не очень удобно. Внешний вид, опять же, если сравнивать Xiaomi и Baseus, мне у Xiaomi нравится больше. Он как-то более стильно выглядит, более лаконично. Есть небольшое светодиодное кольцо. Кому-то это, опять же, может не понравиться, но хочу сказать, что в темноте оно не слепит абсолютно, то есть в глаза оно не бьет, как бы все хорошо. У Baseus никакой подсветки визуальной нет, просто вот такое вот простенькое устройство. Далее, очень жирный плюс Baseus, в отличие от Xiaomi, это система крепления. То есть вот это вот замудренная схема, да, то есть, во-первых, здесь сам зажим, сам фиксатор, который цепляется за шторку воздуховода, он выполнен в виде вот такого вот крючка, то есть он цепляется намертво, да, и фиксируется еще дополнительно вот этой вот шайбой на пружине, плюс имеет внизу лапы для упора, чтобы устройство не болталось ни влево, ни вправо, в то время как Xiaomi этого дела ничего не имеет. И когда вы ее вот так вот устанавливаете, во-первых, она свободно ходит вот таким вот образом, да, это как бы минус, она у вас болтается, это раз, а во-вторых, ребята, я уже не единожды попадал на то, что она может попросту из этой решетки свободно вылететь, потому что лапы толком не удерживают ее, крючка какого-то на лапах нет, поэтому она спокойно под собственным весом, потому что она достаточно тяжелая, плюс вес смартфона, она может вылететь и все. Так что самый жирный минус данной зарядки, это крепление, оно просто-напросто ненадежно. Оба устройства имеют датчики приближения, что Baseus при установке смартфона автоматически смыкает лапы, что Xiaomi делает точно так же. Подносите смартфон, он раздвинул лапы, установили, он их сомкнул, телефон ухватил. Вот, но, если рассматривать опять же эти два устройства, у Baseus, как по мне, система удержания смартфона выполнена более надежно, то есть вот эти вот металлические лапы с боковыми, опять же, выступами, да, это более надежный вариант, чем у Xiaomi, потому что, как бы, ну, здесь смарт, видите, он прям фиксируется очень надежно и выпасть ни при каких условиях он не может. Но, смотрите, есть какая фишка. Как только вы глушите машину, Baseus смартфон отпускает и смартфон чисто теоретически может вывалиться и упасть. Это как бы не очень удобно, да? Когда вы заводите автомобиль, начинаются опять же какие-то непонятные телодвижения с лапами. Xiaomi в этот момент ничего не делает. Он просто ждет, когда вы поднесете смартфон. Но у Xiaomi, опять же, есть определенный минус. Знаете в чем? То есть вот таким вот образом, когда вы, получается, установили смартфон, приехали куда-то на место, заглушили машину, зарядное не отдает смартфон. И вы никак его не можете открыть, понимаете? То есть вам приходится смартфон попросту оттуда выколупывать, что, опять же, не очень удобно как бы. Это, опять же, минус. Но вот все-таки вот это вот крепление, это, конечно, самый жирный косяк у Xiaomi. Еще одна какая фишка, на которую я обратил внимание. Это кнопки. То есть у Baseus кнопка, вот этот вот датчик открытия-закрытия, принудительный лап, он расположен сверху. У Xiaomi он расположен вот здесь вот сбоку. Вот. И какая кухня? Когда вы едете, у вас установлен, допустим, смартфон. Вы его берете, чтобы, допустим, отрегулировать громкость. И даже если вы рядом проносите пальцем, получается, срабатывает этот датчик открытия, и телефон, опять же, отпускается. То есть его можно вот уронить попросту, опять же, разбить. Это как бы не очень надежно. У Baseus такой проблемы нету. Из-за того, что кнопка расположена вверху, вам можно спокойно регулировать громкость, да, как бы это не проблема. Если вам надо, чтобы он отпустил смартфон, вам надо коснуться сверху. То есть вот таким вот образом. И достать смарт. Но чисто визуально мне Xiaomi нравится больше. Вот просто по дизайну, по стилю, то, как она выполнена. Да, тут, конечно, с креплением полная печаль. И я решил как-то этот момент попытаться решить. И смотрите, я наткнулся на какую интересную ситуацию. Выяснилось, что вот эти вот посадочные шары в креплениях, они одинаковые. Они одинаковые, что у Xiaomi, они одинаковые по диаметру, что у Baseus. И, о чудо, у меня тут валяется после распаковок, вот такое вот абсолютно простое крепление от Ugreen. Ссылочку на него также оставлю в описании, кому будет интересно. Вот такое вот. Оно не беспроводное, это просто тупая бюджетная держалка. Так вот, в этой самой держалке, что самое смешное, вот это вот крепление, которое очень напоминает крепление от Baseus, да, оно здесь имеет точно такой же по диаметру шар. То есть шары в данных трех зарядках, они идентичны, и, соответственно, крепление взаимозаменяемое. То есть можно просто-напросто взять крепление от бюджетной Ugreen-овской модели и установить ее на Xiaomi и тем самым решить основную проблему данной зарядки, что она вываливается из воздуховода. Все, после этого зарядка держится намертво, она никуда не денется и тем самым мы основной косяк ее устраняем. Вот таким вот образом все это дело выглядит. Лапку тут можно выставить, чтобы она вам не мешала. Вот так вот, чтобы она уперлась. Все, отрегулировали наклон, затянули окончательно гайку-фиксатор и все, устройство к работе готово. Вот таким вот образом все это дело смотрится. Поднесли смартфончик. Ну давай, заводись. Все, зарядка пошла. Да, конечно, остается проблема с расположением сенсорной кнопки. Как по мне, было бы удобнее, чтобы она была сверху, как у Baseus. Но я думаю, что к этому можно как-то привыкнуть и лишний раз ее не трогать. Вот такая вот штуковина. Кому интересно, ссылки на все три устройства я оставлю в описании. Переходите, смотрите. Если остались вопросы какие-то, задавайте, потому что я целый месяц их гонял по очереди, выбирал, какую же именно оставить себе. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видосы. Обязательно с колокольчиком. Всем пока, ребят. И не болейте.